Добрый день дорогие друзья, мир в вашем доме. Рады вас видеть на нашем канале. Мы в гостях потомства рыбака Николая Михайловича. Николай Михайлович, расскажите нам как рыбаки самые-самые вкусные уха, с какой рыбой готовят, как готовят. Хотелось бы от вас вот немножечко этот золотой рецепт узнать. Я, к сожалению, а может быть и к счастью, не профессиональный рыбак. Хотя мои предки и дед, и отец этим занимались всю свою жизнь, как и большинство рыбаков, которые жили здесь на побережье и занимались рыбным промыслом. Вот вы задали вопрос в отношении ухи. Все, так сказать, дело вкуса, на мой взгляд. Самая вкусная уха из черноморской рыбы. Каких имей? Черноморская рыба, это вкусная самая, на мой взгляд, это субъективное мнение. Из сырдели и еще вкусная уха из кефали. Вот то, что мне нравится и то, чему я всегда давал предпочтение, помогая рыбакам, когда мы ловили. Ну и сам, так сказать, немножко ловил и получал от этого удовольствие. Эта рыба ничем не сравнимая, поверьте мне, и по качеству, и по тому, что она находится в естественной среде обитания. И питается тем, чем, так сказать, ну что ей подсказывает природа. Она дает жир, она дает навар, она дает приятный и очень такой вкусный морской запах. Получают удовольствие. Уже хочется этого. Вы рассказываете, я очень-очень хотел вас видеть, с вами пообщаться, послушать. Да, ну что, луковицу туда кладем. Вот, предварительно ее немножко надрезав. Морковочку кладем. Желательно, чтобы картошка оставалась целой, когда она сварится, иначе уха будет немножко мутноватая. Понятно, Михалыч, понятно. Что делаю по вашему рецепту? Как скажете так? Так, когда будет это все, так сказать, уже подходить, свариться, тогда уже мытую и чищенную рыбу мы тоже кладем в казан, доводим до кипения. Варится она буквально, ну, 5-7 минут, больше не нужно. Вот, потом накрывается крышкой, уховарится на открытом огне, чтобы был и дымок, и потом крышкой накрывается, и она немножко должна утомиться, как мы говорим. Отдохнуть. Да. После варка еще чуть-чуть отдохнуть. Да, немножко, немножко отдохнуть, и потом можно ее кушать. Ну, один маленький нюанс, не варить рыбу, не жарить рыбу, свежую, вот только из воды, из моря нельзя. Почему? Нельзя. Она должна уснуть, уснуть, она должна полежать, ну, как минимум, час-два. После улова? После улова, да. Понятно. Вначале она на сковородке будет скручиваться, да, и она не будет иметь внешний вид, да, на столе, да, тот вид, который обычно, так сказать, подается и кушается с удовольствием. Вот сейчас мы сидим, сидим, буквально напротив нас прекрасное Черное море, но дует... Слову нету. Дует восточный ветер, а этот ветер, когда рыбаки в море не выходят, потому что их сети обычно в этот ветер забивают травой, ракушей. И потом приходится очень долго их чистить, приводить. Личный труд много будет, да? Порядок, да. Ну, вот этот восточный, юго-восточный ветер обычно бывает 3 дня, 6, 9 дней. Вот такая у него цикличность. Ага. И рыбаки всегда, когда приходят на причал, они сидят, сидят и вот так вот с грустью смотрят, смотрят на море. Так, как говорится, ждут у моря погоды. Вот так. Но когда они видят, что ветер зашел по солнцу на круг, это значит, будет нормальная погода. Если он вернулся в обратную сторону, то в море они не идут ни под каким предлогом. Отправляем морковку. О, вроде же сказали сначала. Не, 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 морковка. Ну, сейчас нужно еще бросить там, допустим, десяток, в зависимости от того, какая емкость. Горошин, перец обыкновенный черный. Бросим сейчас. Это закон, как вы сколько лет готовили, сколько лет выходили в море. Вот поэтому в этом принципе я с вами согласен. Я хочу, как вы готовили, только той рецепт. Той самой рыба, той самой морковка, лук и картошка. И вот, как сказали, хорошего в свой домашний помидорчик. Раньше иногда варили сначала петуха, варили, значит, перед тем, как положат рыбу. Сварили петуха, он дал свой жир, его достали, достали, а потом забрасывали рыбу. Это еще один из, так сказать, вариантов. Но это кто что любит. Это получается жирная уха, очень жирная. Это та самая царская уха? Нет, нет, не царская. Ну, я не могу сказать царская или не царская, но... Уха с петуха, одним словом, да? Ну, с курицей. Но это петух не морской. Я понял, обычная птица домашняя. Да, потому что морской петух большая редкость. Вот сколько я ловил и рыбачил, мне за все время, ну, два или три раза попадался морской петух. Причем, так сказать, ну, небольших размеров. Небольших, таких средних до килограмма, до килограмма попадался. Мой дедушка поймал морского петуха, а он бесподобно красивый. Он такой, как бычок, но большая у него голова и разноцветные у него плавники. И перья, которые идут от головы, они идут таким красным, синим, зеленым оттенком. Ну, бесподобный вид у него. Ну, а раньше было принято, если рыбак ловит рыбу, он должен отнести ее к помещику. Здесь, вот, наверху жил помещик. И, ну, как у рыбаков бывает, вроде бы было три человека на лодочке, но как-то узнал помещик. И он через приказчика вызвал деда и говорит, Герасим, почему ты мне не принес, так сказать, царскую рыбу? Он говорит, нет, ничего не ловил. Его начали вожжами, вот, немножко, так сказать, воспитывать дедушку, бить начали. Но он так и не признался, принес домой, в семью принес. Ну, вот такое вот, это бабушка мне рассказывала, что такое было. Если вот я говорил про скумбрию, бывали, так сказать, года, когда она подходила к берегу. Сюда, прямо к вашему, вот сюда. Да, да, здесь стоял рыболовецкий, значит, колхоз, стояли баркасы, вот, и, значит, ну, так говорили. Я не присутствовал при этом, это было какое-то военное время, по-моему, еще. И говорили, что рыбачки чуть ли не фартухами ее ловили. То есть она в берег напускалась, так ее было много. Так еще. И ловили ее в основном или на сети, или рыбаки ловили на самодур. Это идет, значит, леска, и на ней, там, допустим, десяток крючочков с перьями. Перья, вот, там, вороны, цицарки. Из птицы, да. Селезня. Вот такие вот перья. И она, она, так сказать, ловилась. Ловили очень по-моему. И вот мне один старый рыбак, мне рассказывал, что у нас, значит, здесь в 50 километрах Каролина-Бугас, это песчаные пляжи и отмели. И вот туда, значит, пришло очень много скумбрии. Ага, значит, бригада, бригада рыбаков стояла в Крыжановке. Это отсюда 20 километров. И туда 50. Когда там в Крыжановке узнали, у них орудия лова были, такие, которые нужны. То есть это не вот, у нас он называется волокуша. Его заводишь в море так, кругом, полукольцом, и стягиваешь на берег. И они на подводах, на подводах, то есть две лошадки, телега, погрузили. А, стягивают когда, да? Погрузили невод и поехали туда. Ага. Поехали туда, завели невод в море, стянули. И уже на следующее утро на привоз отправили 10 подводцев с кумбрией. Вот так. Это мне рассказывали старые рыбаки. Им нет смысла, так сказать, байки рассказывать. Это было. Оно бывает очень редко, но, очевидно, был улов хороший раз. И был человек-хозяйственник, который и поймал эту рыбу, и который ее сохранил. Смог, так сказать, довезти до ума, продать. Раньше же здесь в каждом дворе жил рыбак. Потом колхозы распались. Сюда, значит, намыли песок. Перестала быть кормовая база для бычков, для глосси в первую очередь. Потому что глосс в основном питается мелким рачком, креветкой. И морской блохой она питается. Это ее самая основная ее пища. А на песке трава не растет. Раньше были здесь скалы, камни были. Росла трава, там, значит, все было, что необходимо. Ну вот, сейчас этого не стало, и уже с 99-го года, 1999-го, 2000-го можно считать, глосси практически нет. Нет. 20 лет вообще, да? Где-то она ловится, но эпизодически и в очень малом количестве. Очень малом. И здесь она была, и она была на тендре. Остров тендра, там вообще заповедные места, где и бычок хорошо, значит, себя чувствует. И вся остальная рыба, и осетрина, и что угодно. Там великолепные места. Ну, сейчас, к сожалению, ничего, ничего, так сказать, нет. Колхозы распались, рыбаки старые уже, так сказать, повымирали. А молодым, так сказать, ребятам это нерентабельно и убыточно. Так можно один раз что-то поймать, и тебе кажется, что ты богатый. А год впереди, если разложить, то ничего. Так что это такое дело. Ну, прошло уже 5-7 минут, можно добавить картошечку. Есть, сделаем так. Вот. Ложу картошечку нашу. Вот так, как Михалыч сказал, такое умеренное кипение. Быстро кипятить нельзя, оказывается. Видите, как? Даем. Ну, вот. А потом, когда уха будет готова, каждый себе... Вот, пошла. Пока соли не даем, да? Солят обычно в конце. Понятно. В конце, когда будет рыба, так сказать, нужно посолить и, естественно, пробовать. Вот лаврушки почему вот не даются? Вот скажите, пожалуйста. Вы в вашем случае не давали? Ну, потому что оно немножко перебивает запах рыбы. Ага. Вот из этих только соображений. Но, если вы, допустим, на казанчик или вот на то, что вы варите, положите один листик, вот, то ничего страшного не будет. Понял, понял. Ничего страшного не будет. Я в свое время очень много солил ставриду. Рановато, оказывается, еще. Я ее, значит, поймал, почистил, вот, промыл легко и пересыпаю солью, делаю саламур, солю. Иногда, иногда она получается нежная. Добавляю немножко, так сказать, сахара, иногда добавляю пряности. Но это все зависит от количества рыбы и от того, что ты преследуешь. Вот. Потом, через сутки, допустим, я ее, значит, достаю, достаю в этой же воде. Ну, вот так вот, от крупной соли, которая не растворилась. Легко промываю. Через головку ее обычно я нанизываю на проволочку и вешаю. Она достаточно в солнечную погоду один день, она протряхнет и просохнет. Самое главное, чтобы она была хорошо просоленная и на нее не села мука. Вот это вот самое, так сказать, главное. И потом, потом ее прямо срываешь, чистишь и она такая полувяленая. Если ее подержать, допустим, там, двое-трое суток или дней на солнце, она уже получается, значит, сушеная. А, пересушится, да? Да, она сушеная получается, она уже идет больше под пиво, вот такое. А когда она такая вяленая немножко, она очень вкусная. Она отдает, отдает жир и сохраняются все вкусовые качества. Ну, я понимаю. Да. Но пить нужно, ну, вот раньше было, допустим, жигулевское пиво и рижское пиво. Вот под это пиво эта рыба шла. Там было чешское пиво, там старопрамин, там золотой фазан и так далее, и так далее. Не то, не то. Рыба не так приготовлена, да? Нет, нет, нет. А, пиво имеете? Под пиво она, под те сорта пива она не шла. Ага. Потому что мы как-то поехали на Адмирал Нахимове по Крымско-Кавказской. Ну, и я захватил с собой, так сказать, вот эту вот рыбку. Мы зашли, начали кушать и взяли пельзинское это пиво, старопрамин, там, еще что-то взяли и пиво перебивало вкус. Вот. Ну, это опять же, это зависит от человека, какие любят подправлять. Да, какие любят. Но вот жигулевское пиво и рижское пиво, которое было раньше, оно соответствовало этому. Понял, понял. Было очень, так сказать, комфортно и вкусно. Вот так. Вот тебе. На этой почве, так сказать, у нас появились общие интересы с моей женой. Очень интересно. Да. Она очень любила соленую рыбу, которую я приготовил. Ну, и так один-два раза здесь попробовал, а так и осталось. И уже 52 года, вот, еще столько вам, как-то вместе мы живем в согласии. Вот, картошечка у нас уже до половины готова. Какой рыбалки уже можно туда? С первым мелкий кефаль или крупный. Ну, в принципе, если разная рыба по, так сказать, размерам, естественно, сначала кладут более крупную рыбу, потому что нужно, чтобы она лучше проварилась. А потом, потом кладут мелкую, мелкую, да, кефаль. Резет мне, Михалыч, это больших на кусках? Ну, в принципе, если резать, то не больше, чем на 2-3 часа. Разрезаем. Вот, и когда вы, так сказать, моете рыбу перед тем, как ее положить в казанчик, нужно обязательно черную пленочку... Удалили мы, да, да. ...снимать, потому что она дает горечь. Понял, мы все удалили это черной пленочкой, чистенько рыба наша. И отправляем сейчас, значит, самый крупных кефальчиков. Вот так. Как Михалыч сказал, сперва мы давали, одним словом, морковка, лук. Варили там минуту в 5-7, после того дали картошку. Картошку тоже варили минут 10-8 и добавили крупный кефальчик. И черный перец. Как маэстро сказал, что не давали они лаврушку, поэтому я принцип, который они готовили, так же мы оставляем. Как был, так и будет. Прошло время хомидорчики. Вот такие их домашние помидорчики. Так, срезаю. Сладкие, вкусные помидоры. Уже практически кипение, совсем маленькие. Вот так дали. И отпускаем мелких. Целиком. Видите, какой кипение? Еле-еле кипит. И тогда будет ухо светлое. И каждая рыбинка остается как... Целиком не разрушается рыба. Аромат какой, немоверно. Вот верит. Такой он. Он у нас готов. Вот таком маленьком огне он готовился. Теперь будет томиться минут 20. И потом мы наше ухо подаем. Уф. Это, не знаю, как вам сказать. Действительно. Замечательный, такой насыщенный вкус. Именно морской. На, зайчик, на, зайчик. Вот так. И кусочек хлебушка. Виноградик. Или виноградик. Кофе, кофе. Малышка. Ну, давай тоже, уха готова. Шеф, говорят, значит, все слушается. Вау. Как пахнет, Марат. Это тебе не то. Это то, что надо. Оригинал. Вот эта рыба. Я не могу тебе сказать. Все рецепты ухи хороши. Каждый готовит все по-разному. Главное, чтобы ее делали с желанием, с любовью, с добрым сердцем, для своих друзей. Тогда все будет нормально. Давайте тогда. Пожалуйста. Попробуем с удовольствием. С удовольствием. С удовольствием. Смудай рахмалу, рахим. Съедобное. Очень вкусно. Как по мне, немножко добавить нужно обыкновенного перчика. Но это чуть-чуть. Спасибо. 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 Очень-очень неплохо. О, Марат. Такой-то я ух еще не пробовал. Как вкусно. Так ароматно. Это вы, да, Михалыч, как вы сказали, это главная роль. Рыба свежая. Сегодняшний улов. И сегодняшний улов. Варили. Вот. Рыба. Вот это кефаль. Такая прослой. Жирненько такое. Сам уха насыщенная. Насыщенным морской. Вот это ароматом. Вкусом. Костром. Дымком. По всему правилам. Да, вот. Ммм. Никакое. Абсолютно никакой постороннего вкуса нет. Только вот мощный, жирный, вкуснейший кефалем пахнет. Честный. Я первый раз именно свежий морской прямо уловленный сегодняшний рыбопробуй. Замечательный вкус. Одним словом слова нету. Вот оно что такое. Море что такое одесский рыбацкий уха. Дайте ваши руки от всех наших подписчиков. Лично от себя. пожму. Знак благодарности от всей сердца. Мы прекрасно пообщались. Вот. Я думаю, что вы это запомните и еще раз захотите приехать в Одессу. И может быть мы уже приготовим что-то под вашим руководством. есть только рыба под вашим тут. Есть другой рыбы потому что фантазия здесь очень и очень так сказать большая. Слава богу пока еще рыба в Черном море не перевелась. Поэтому милости просим. А то что морская рыба самая полезная это знают все. Берегите себе. Желаю вам хорошего аппетита. Прекрасного настроения. Приезжайте в Одессу. Пока друзья. Будьте крепки.